Что, Колян, твой отдых начинается здесь. Точнее, последний рывок на автобусе с Симферополя до Николаевки. Вот. Всё, вокзал. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Увидимся через 21 день. Спил деревьев. Ребята, это не вандализм. Это реклама. Смотрите, какая красота. Вот так надо обустраивать своё жилище. Даже если оно не шибко богатое. Деревня Николаевка. Такая же деревня, наверное, как и твоя. Но здесь есть море. И недорогой отдых. Говорят, здесь цены на жильё стартуют. От 300 рублей. Пошли проверим. Да, Колян? Да. Прогноз погоды. Николаевка. Кто не понял, мы в Крыму. Фишка Николаевки. Вот в этих пансионатах. Мочезарный. Солнечный, в котором мы отдыхали. Слушайте, что-то самого посёлка. Прилично, видите. Там здание виднеется. Там Николаевка начинается. Ой-ой-ой, друзья, извиняюсь за ветер. Совсем плохой звук. Давайте я буду переозвучивать эти места на видео. И ещё приятную музыку добавлю. Я же уважаю и люблю своих подписчиков. Николаевка в основном состоится из степи. То есть вот я вам для наглядного примера повернул камеру. На лево или на право. Вот, неважно. И кругом степь. Кроме наших пансионатов. Вон там зелень. Вот она, ребят, окраина Николаевки. Извиняюсь за звук. Я без микрофона. Сегодня ветрено. Но покажу. Покажу вам Николаевку. Вот такой мощный забор. А тут уже вот живут люди. Строят из ракушняка. Это вот ракушняк, ребят, вот это. И забор. Ну, такой дешёвый материал. При этом, вроде как, неплохой такой. Вот такие объявления на каждом шагу. От 500 рублей, да? По факту полторы тысячи, ребят. Вот в таком будете жить. Здание. А рядом, смотрите, притык-впритык гостиница. И я не знаю, может быть, они судятся. Может быть, ещё какая-то у них канитель. Может быть, не потянул хозяин этого строения. Ну, сами видите, вон, рама выломата. Вон, видите, упала рама. Стёкла побиты. Там, там. Короче, недострой. А это, друзья, отель и коттеджи «Скиф». Все его знают абсолютно, от малого до велика. Если, к примеру, вы только приехали в Николаевку, сошли с автобуса, и вам надо добраться до пансионата. Поверьте, не каждый знает ваш пансионат, но каждый знает, где находится «Скиф». У него огромная территория с забором, со своей инфраструктурой. Там коттеджики можно снять. Можно снять номер в гостинице. Собственно, он на заднем плане розового цвета. Это гостиница. Это большая, высокая. Также там имеются ресторанчики. То есть, вам даже никуда особо ходить не нужно. Вот, к примеру. Мы не ходили, сразу признаюсь. Нам это было незачем, не нужно. Да, и за забор зачем нам на КПП что-то объяснять кому-то. Ни к чему. Вот, это окраина Николаевки. И, собственно, недостроенная гостиница. Увы. А это, друзья, судя по всему, непарадный, я не знаю, как его назвать, черный вход, ворота запасные, в тот же самый «Скиф». Но не спешите нести туда свои денежки. Приглядитесь к местным. Вот, к примеру, вот здесь, в замечательном, тихом месте, где все по-домашнему, уютно. Семейная пара сдаёт комнаты по 800 рублей. Увы, не получается показать внутри, потому что закрыто. Но, тем не менее, я там был. Я знаю, о чём я говорю. Замечательные хозяева, Светлана и Николай, следят за комфортом, за чистотой. Номер с двухспальной кроватью, с телевизором, холодильником, кондиционером. 800 рублей ночь. В сентябре, правда. Я уж не знаю. Может быть, сезон, конечно, чуть-чуть дороже, но, думаю, ненамного. Поэтому, ребят, выбор всегда за вами. Вот такие вот гостевые дома. Тоже посуточные. И, смотрите, газ есть везде. В Николаевке есть газ. Народное достояние. Пожалуйста. Так вот люди живут. Рукушняк, о котором я говорил. Смотрите. Вся стена из него. Ну, тут много из него строят. Как, в принципе, и во всём Крыму. Собственно, как вот и в Одессе. Я был в Одессе. Неоднократно. Кто не видел, есть ролики на канале. Переходите, смотрите. Там вот этот рукушняк, он просто топ. Из него там ещё при царе горохи строили. Вот. Можно полюбоваться архитектурой. Переходите, смотрите, комментируйте, лайкайте. О, петушки кукарекают. А это вот просто деревня, ребят. Ну, так вот Николаевка выглядит. Не лучше и не хуже остальных, я так полагаю. У нас вот магазин местный. Если лень далеко идти, как обычно хожу я за 3-9 земель, то с небольшой наценкой купите там. О, целый дом из рукушняка. Представляете? Целый дом. И живут люди, ничего не успокоятся, не переживают. Подмосковье. Это говорит о чём? Вряд ли это хозяин. Скорее всего, просто приехал погостить. Ничего особенного, ребят. Ничего особенного. Вот такие вот няшные дома есть тут. Это вот, наверное, тоже ещё по царе горохи они стояли. Смотрите, какой милый. Синие дверцы. Везде таблички есть места. О, человек идёт на рынок, наверное. Пёсель лежит. Южная, 11. Поняли, да? Посёлок Николаев, улица Южная. А впереди... Впереди у нас море. Пойдём к морю. Собственно, ради него сюда все и едут. Стал. Мы там не были, ребят. Вот. Судя по всему, оно вообще даже не функционирует пустое. Но если проголодаетесь, вот. Просто в двух шагах от общественного пляжа. А это вот человек для особо ленивых привёз фермерскую продукцию на продажу. Вот так вот здесь, в Николаевке. Чтобы пятницу не ждать. Всё, подошёл, оценил. Провёл дегустацию, понравилось, купил. Вот такие львы встречают вас на входе. И вот он, собственно, общественный пляж. Тип. Короче, парк развлечений такой, мини. О, даже есть эта рогатка вот эта, знаете. Вас натягивают и пиу! Стреляют маме. Человек, судя по всему, убирается тут. О, видите, контейнер. Не знаю, насколько в Николаевке ценится труд. Но если судить по разговорам охранников, работников столовой, официантов в нашем пансионате, то немного. Допустим, там, 20 тысяч, это у них считается очень даже круто, заработок. Пляж, ну, не пугайтесь, это не основной пляж. И, скажем так, это больше даже парковка. Пляж будет дальше. Обратите внимание, люди купаются, то есть, на дворе сентябрь, уже даже конец, можно сказать, сентября, 20 числа. И людей это не останавливает. А парни вот эти собирают шезлонги или что это такое. Убирают. Еще один пляж здесь тоже с хорошим подходом. О, громила, сейчас задавит нас. Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила возле линии на Астужево. Фура, убила меня фура на Астужево. Вызывай ГИБДД. Вот, пожалуйста, еще один малый бизнес. Экскурсии по Крыму. Здесь новую трассу проложили, да и в Паттории, короче. Да и до Ялты не так далеко. Это улица Морская. Смотрите. Солнечные панели на крыше. То есть, дорого-богато. Есть здесь и не бедные люди. И бедные, короче. Вот. Вот, пожалуйста, замок Версач. Как вам? А рядом какой-то сарай. Обитый профлистом. Причем, как я понимаю, это квартиры. Это вот не сдается, а это именно квартиры. Крыша, вон, что там с крышей. Обвалилась, не обвалилась. Смотрите. Жесть какая-то. Творческий человек живет. Смотрите. Крым, да? Сразу видно. Вот где стоит остановиться, ребят. Смотрите. Такая красотень. Опять морячок. Класс. Там что-то не достроились. Здравствуйте. А сколько здесь номера стоят? Не подскажете? Ну, сегодня, если бы я взял. Ага. Два человека, две тысячи. А, ребенок бесплатный, да? Без ребенка. А, понял. Класс. А вот семь лет сколько? Понял. Хорошо. Ну, приятное у вас местечко. Симпатичное. Столовка. Вот тут, я уверен, очень дешево можно покушать. Смотрите. Припарковался. Бандит такой стоит рыжий. Чайка, три звезды. Здесь конкуренция большая. Смотрите. Огромными буквами. Столовая. Ой, фишка этого места. Просто огроменными. Там центральная станция, друзья. Смотрите, уже фонари появились. Чтобы вы понимали, в Николаевке вообще нет фонарей. Это вот просто эксклюзив. Такой вещевой рыночек. Детская площадочка. Столовая, куда без нее. И вон туда дальше идем. Там вроде как спуск к морю хороший. Пойдемте. Это пляжная зона посимпатичней, предыдущей. Здесь вам могут пожарить мясо на улочке. Видите, мангал стоит. Пивка выпить, крымского вина, короче. И, соответственно, до моря тут 5 метров. Вот снимать здесь, наверное, самое то. Если есть денежка, то, наверное, даже рекомендую, ребят. Вот, смотрите. Наверное, столики ставят здесь. Сейчас вот здесь они стоят. Ну, уже сезон к концу подходит. Уже все. Бархатный, так называемый. И вот, пожалуйста. Смотрите. Казан. Мангал. Вот так вот здесь. Прикольно. И он большой, чтобы вы понимали. То есть это вот просто он боком стоит. Боком снимаю. Он длинный тоже. А вон то здание, которое я вам говорил, сбоку снимал. Я вот тут снимал, а оно, смотрите, какое длинное. Набережная. Такой симпатичный уголочек. Уютненький. Мусорки, как полагается. Антивандальные. Вон этот. С трезубцем. Кто у нас? Зевс. Этот. Папа-ареаль. Как его звали. Как с коляской спуститься, вот неинтересно. Загорают. Лежат. Красотища. Зевс охраняет двери врата рая, смотрите. Оп. Шезлонги. Даже не спускаясь к морю. Можно позагорать. Покушать. Все это вот для вот этого апеля. Плавочки, пожалуйста, если забыли дома. Хе-хе. Вот. Ну а рынки, я имею в виду, продовольственные, я вам отдельно покажу. По пятницам, допустим, сюда приезжает целая делегация, можно так назвать. Думаю, как назвать, орда, целая орда. Со свежим молоком, сырами, там, колбасами, короче. Все покажу. А сейчас уже все, экскурсия заканчивается. И идем, ребят, на остановку, на центральную станцию. Все. Симферополь, и потом уже Москва нас ждет. Чем еще, кстати, славится Николаевка? Дешевым, дешевым, дешевым жильем. Вот. Смотрите, целая улица. Раньше можно было вообще по 300 рублей за ночь снять. Такой домик. Без удобств. Вот. Тем не менее, 300 рублей. Дешево. Вот этим людей Николаевкой манило. Даже не обязательно издалека. Вот издалека я даже, наверное, ехать сюда бы не рекомендовал. А вот с Симферопольским сюда приехать, к морю отдохнуть, вот это другое дело. Видите, какой рынок пустой. И только шмотки. Сейчас покажу, как здесь по пятницам. Вот, собственно, друзья, тот же самый рынок, как вы видите. Но пятница. Почувствуй, как говорится, разницу. Рынок, видите, сразу наполняется. Ну, в начале шмотки вот эти, они тут круглый год эти шмотки тут висят. Ими торгуют. Их не надо там, я не знаю, хранить как-то там еще что-то. Поэтому, наверное, с этим нет проблем. А вот овощи, фрукты, молочная продукция. Это, как я понимаю, со всех уголков Крыма фермы, фермеры везут вот на этот рынок. Обратите внимание, сколько пенсионеров, то есть людей в возрасте. Все идут в пятницу на этот рынок. Это уже у них прям, знаете, образ жизни. Вот, молоко, сыры, все свежее, все вкусное, все замечательно. Цены невысокие, мед, пожалуйста, вот. Все крымская продукция, понимаете. И недорого. То есть, если вы пойдете в магазин, это будет куда дороже. Поэтому мы, наравне как и местные, прятали свои браслетики вот эти. То, что мы из пансионата, чтобы цену нам не взвинчивали. И приходили покупать сюда все. На неделю брали. Продукцию сейчас покажу. Так, Ивлев нагоняет нам аппетит. Санаторий ограничено. Ну, как сказать, меню, то есть на выбор там. Об этом смотрите подробнее в выпуске именно про санаторий. А это вот мы купили. Лепешка. Свеженькая, мягенькая, срынка. Сколько лепешка стоит? 50 рублей. Дальше. Смотрите. Кусманище какой огромный. Свежее, настоящее мясо. Что-то типа ветчины. Я уж не знаю, как правильно называется. Мы уже откушали. Короче, вот. Вот оно качество. За кусок, ну, естественно, чуть-чуть побольше. Отдали 270 рублей. Что тут у нас еще? Ну, зеленушечка. Кефирчик. Так. Сырок. Масло деревенское. Все это на рынке продается. Ребята, это чуть-чуть сыра. Тут грамм 700. Цена 600 за килограмм. 600 рублей за килограмм. Вот так он выглядит. Какие-то брикеты. Оп. Обязательно его нужно в Москву отвезти. Сами понимаете, там это стоит намного дороже. Вот такую красавицу взяли. Смотрите. Сентябрь. А мы дыньку едим. Класс. Ну, куда я попробую? Ммм. Сочнейшая, сладкая. Ну, это вся продукция рыночная. Но, ребят, здесь также есть частники-продавцы. Видите, вот дыня, арбуз. Дыня по 35, арбуз по 30 рублей. Вот так вот с рук люди продают с развалов. Еда, вода, сетевой магазин. И народный амбар. Он находится не в самой Николаевке, а чуть-чуть вот на окраине, так скажем. Но местные, естественно, про него знают. Приходят закупаться просто, ну, большими какими-то там объемами. Цены вроде как выгодные. Можно сравнить с московским, там, я не знаю, с российским светофором. Или с Победой. Сами понимаете, да, как эти магазины устроены. Просто огромный амбар. Вот. Ни прилавков, ничего. На этом экономится какая-то денежка. И снижается цена. А насколько она уж низкая. Вот я вам пробегу. Покажу продукцию. Покажу вот ценники. Актуально на сентябрь 2024 года. Ну, а вы уж сами там решите. Дорого это или нормально. Все. Приятного просмотра. Приезжайте, отдыхайте. Покупайте. Все. Оставляю вас. Смотрите. И так ужин надоел, наверное, своей болтовней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, смело могу рекомендовать магазинчик Каскад. Местный. Класс. Продукция вкусная, качественная. Здравствуйте. Можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все? Спасибо большое. Сувенир. С рынка выходите. Налево. И вот она станция. Все, вот он рынок, видите вырезанную? А вот она станция. Беленькая. Все. Будем заканчивать. Жесть, конечно же. Хорошо хоть не здесь, хоть до Синкарополя ехать. Может пока едет, одумается. Насколько я понял, это отдел полиции. Такой, знаете, не привлекающий к себе особое внимание. Я вот даже не увидел ни одной полицейской машины. За все время пребывания там ни одного полицейского не увидел. Вообще место тихое, уютное. Все по-домашнему. Вот. Это у нас обелиск, посвященный воинам Великой Отечественной. И прям в двух шагах от этого обелиска, собственно, и станция. Все, нам пора домой. Кто бы мог подумать, но это, скорее всего, полиция. А там вывеску видно. И 360 метров до моря. Билетики покупать здесь. Ну и таксисты тоже блешку в своем устроили. Прощай, Николаевка, обращай. Спасибо за теплый прием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!